Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. До газификации населенных пунктов в Карачаево-Черкесии продолжается. О возможностях жителей и социальном контракте говорили сегодня о Малом Карачае. Свои вопросы и наболевшие проблемы озвучили напрямую министру внутренних дел по Карачаево-Черкесии Олегу Мальцеву на очередном приеме граждан. У сельской молодежи появилась возможность реализовать себя в различных сферах деятельности. О новом проекте речь шла в Кочегу имени Моралиева. Стимулирование интереса к чтению и привлечение новых читателей в детской библиотеке имени Сергея Никулина проходит недера детской книги. Сегодня в нескольких населенных пунктах Малокарачаевского района республики прошли встречи с населением по вопросу догазификации. Каковы условия участия в программе? Кто имеет возможность по социальному контракту провести голубое топливо не только до земельного участка, но и до газового оборудования? Ответы на эти и другие вопросы интересовавшие сельских жителей в сюжете Артура МХЦ. Одна из улиц села Красный Восток как бы делит населенный пункт на счастливых пользователей газовых сетей и тех, кто вынужден самостоятельно завозить голубое топливо в свое жилище. Пока количество таких граждан довольно велико. Однако по поручению главы региона власти района проводят с населением разъяснительные встречи, на которых объясняют правила и условия присоединения к системе газоснабжения. У жителей села было немало вопросов к руководству района и газовой службе. Далеко не все изначально понимали, на что имеют право, в каком случае газ будет проведен за счет государства не только до земельного участка, но и к самому газовому оборудованию. Как вы сказали, прожиточную мину 12 часов. Я куда вхожу или нет? Смотрите, у вас рабочая группа, инвалидность. Сколько у вас человек проживает? Я один живу. Вообще никого нету больше? Вы один проживаете? Нет, вы не попадаете под это. У вас доход превышает величину прожиточного минимума. Как, получая 14,5 тысяч рублей, Мухаммед сможет провести в дом газ, пока непонятно. Возможно, когда-нибудь примут программу, позволяющую это сделать бесплатно и тем, чей доход незначительно превышает прожиточный минимум. У каждой семьи свои нюансы. И такие встречи как раз помогают одним получить и другим предоставить более исчерпывающую информацию. На сегодняшний день заявлено 630 человек. Подали заявление 282. Сегодня, почему я сюда приехал, в 2014 году в Малокарачевском районе 10 сельских поселений. Все поселения газифицированы, 100%. Но вот эти селы были газифицированы в последнюю очередь именно благодаря главе республики, не по какой-то программе, а именно по инициативе главы республики. И больше всех подано заявление отсюда. Немало вопросов у людей вызывает возможность воспользоваться социальным контрактом, то есть бесплатно провести газ в домовладение. А это ни много ни мало существенная экономия семейного бюджета. Как пояснили в газовой службе, заявителю необходимо соответствовать нескольким критериям. Быть трудоспособным, не пенсионером по возрасту, а также среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум. Аналогичный вопрос интересовали и жители соседнего села Кызылпакун. На каждый представители власти и распределительные компании давали подробные ответы. Собственно, для того и проходят сейчас во всех районах Карачаево-Черкесии подобные встречи, чтобы люди наконец-то смогли воспользоваться теми благами, доступ к которым государство предоставляет бесплатно. Артур Мхце, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район. Сегодня, согласно утвержденному графику, министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Олег Мальцев провел личный прием граждан в приемные президента России в республике. Со своими проблемами к руководителю ведомства обратились трое жителей. Вопросы касались обеспечения жильем сотрудников ОВД, поступления в учебные заведения системы МВД России и хода проверки сообщения о преступлении. Обращение внимательно рассмотрено. Олег Мальцев дал необходимые разъяснения непосредственно в ходе общения. Руководителям ответственных подразделений МВД по Карачаево-Черкесии министр приказал детально разобраться в вопросах, направить ответы заявителям, ход и сроки исполнения, поставленные на контроль. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 381 человек. Из них 44 215 выздоровели, 52 человека госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 0,5. В северных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2. В горах минус 1, минус 6, а днем 13-18 выше нуля и местами плюс 3-8. В Черкесии без осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 1, плюс 1, а днем 15-17 градусов тепла. Он настоящий, обескураживающий, презентабельный, с остальным характером и безупречным стилем. От него пахнет успехом. И он только твой. Айленд. Диван с характером. От мебельной фабрики «Ангажемент». Только в апреле и только для вас. Диваны коллекции «Айленд» со скидкой 25%. Мебельный салон «Ангажемент». Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. Впервые в Кисловодском цирке с 12 марта. Московская шоу-программа «Джемелли». Информация на сайте циркус.дфискисловодск.ру. Телефон 2-96-58. Категория 0+. Продолжаем выпуск. Уникальная образовательная программа для сельской молодежи. В Качегу имени Умара Лева прошел образовательный проект «Сельский софт скиллз». 50 активных молодых людей из малогородов и сельских поселений Крачево-Черкесии приняли участие в данном мероприятии. Многообразные образовательные направления позволят ребятам получить необходимые для себя знания. Подробнее Алихан Лепшоков. В этом образовательном проекте молодые люди смогут получить необходимые востребованные знания по таким направлениям, как лидерство, тайм-менеджмент, мотивация, проектный менеджмент. Сам проект позволит участникам найти свое дело в жизни и сформировать свои навыки, востребованных на сегодняшний день направлениях молодежной политики. Эксперты, будучи представителем различных сфер деятельности в доступной форме, объясняли участникам, на что нужно обращать внимание при личностном росте. Идея проекта мне пришла из-за того, что наша сельская молодежь очень мало знает о разных направлениях, навыках, современных навыках, и этот проект направлен как раз на их развитие. Уникальность проекта в том, что для молодых людей открываются прекрасные возможности для проявления себя в различных сферах деятельности. Нам важно объяснить те моменты, в которых молодые люди не очень разбираются. И мы уверены, что такие площадки позволят раскрыть те скрытые возможности, которые ребята в себе даже не подозревают. В рамках проекта «Сельский софт скилл» поговорили о социальных сетях, потому что сегодня, как никогда, этот вопрос очень остро поставлен, он очень актуален, как никогда. И я решил поговорить с ребятами именно на эту тему, потому что сейчас работать в социальных сетях при нынешних условиях будет очень необычно. И есть определенные ограничения, которые ребята должны понимать, с чем они связаны и для чего эти ограничения были сделаны. Помимо образовательной части проекта функционировали дискуссионные площадки, где участники могли тесно пообщаться с экспертами и задать интересующие их вопросы. Как научиться креативить? Является ли креативность врожденным каким-то навыком? Или этот навык можно развивать? Вот это мы обсуждали сегодня с ребятами. Это сейчас актуальная тема, так как в стране поддерживается креативная экономика. Нужно, чтобы это направление развивалось. И сегодня, я думаю, мы сделали первый шаг. Стать лидером и освоить необходимые направления в современной сфере общества благодаря таким образовательным проектам, отмечают участники форума. Знания применимы, форум интересен. Если углубиться, можно понять, что к чему. И специалисты, мне кажется, что-то поняли сами, и поэтому и говорят на эти темы. Конкретные указания, советы. Итогом проекта является создание устои для подготовки и продвижения молодежи малых городов и поселений, как конкурентоспособного кадрового резерва СКФО. Алихан Ипшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Четвертого по восьмое апреля в России традиционно проходит неделя детской книги, отмечаемая с 1943 года, торжество для юных книголюбов и сегодня пользуется популярностью. Кто является своего рода инициатором столь важного для подрастающего поколения праздника и какими книжками интересуются современные дети, выяснял наш корреспондент Артур Мхце. Я тут впервые в жизни, я люблю читать. Летние каникулы я хожу, у меня есть книжка такая, где книжки, которые мне надо брать. На летних каникулах я очень часто практически хожу, именно на летних, и беру книжки. Воспитанники одной из школ Черкеска постили Республиканскую детскую библиотеку. Казалось бы, рядовое мероприятие, каких в год набегает великое множество. Но на самом деле ребятам предстояло стать участниками театрализованного представления, посвященного Всероссийской неделе детской книги. Правда, сегодня мало кто знает историю возникновения праздника, который не был бы возможен без участия писателя Льва Кассиля. Неделя детской книги отмечается вообще в Российской, в Советском Союзе сначала с 1943 года по инициативе детского писателя Льва Кассиля. Ну, понятно, что в то военное время такое событие было, казалось бы, не очень в тему, но я думаю, что и государство признавали важность, необходимость детского чтения. Именно поэтому прошло это грандиозное событие в Москве. И с тех пор ежегодно во всех детских библиотеках страны отмечается такая неделя детской книги. Считается, что детям прививать любовь к чтению необходимо с раннего возраста, тогда на более взрослой стадии развития у них не возникнет конфликта с книгами, даже несмотря на имеющиеся сейчас многочисленные отвлекающие факторы. И роль родителей в этом вопросе крайне велика. Если библиотека, школа будут делать все возможное от них, но родители будут сидеть сложа руки в телефоне, не показывая детям пример того, что нужно читать, не читая вместе с ними, не обсуждая прочитанными, то усилий от деятельности библиотек, учителей, к сожалению, будет не так много. Я беру каждый день по одной книжке и читаю. Особенно мне нравится книга Винни-Пуха, там он очень веселый, он рассказывает всякие рассказы. Вообще я люблю читать, мне нравится библиотека, потому что тут очень много разных книг. Здравствуйте, друзья мои! Здравствуйте! Юные подданные книжного королевства, я очень рада приветствовать вас на нашем празднике. Сам праздник детской книжки удался на славу. Молодые актёры разыграли для юных зрителей весьма необычное представление, в котором были задействованы персонажи из многих сказок и рассказов. Но и сами воспитанники образовательного учреждения Черкеска не остались в стороне. Они выбирали наиболее креативных героев, определяли среди них знатоков книголюбов, помогли отстоять сказочное королевство в его нынешнем виде. Возможно, таким красочным и должно быть юное зрительское восприятие библиотечного мира, в котором оживают произведения. Артур Мхц, Максим Долгов, Вести, Карачаево, Черкесия. Все детские библиотеки страны пополнили свои фонды новым научно-художественным изданием «Удивительный Дальний Восток». Эта книга – сборник рассказов, исследований и очерков, который будет интересен не только юным читателям, но и всем, кто открыт к новым знаниям. Само издание состоит из нескольких разделов, посвященных территории и климату. В Черкесске издание представили в детской библиотеке имени Сергея Никулина. Книга «Удивительный Дальний Восток» издана тиражом 8 тысяч экземпляров. В свободной продаже она не появится, но получить ее можно, участвуя в конкурсах и мероприятиях, организованных Карачаево-Черкесским филиалом «Русгидро». Книга «Удивительный Дальний Восток» – это уже девятая книга, выпущена совместно с фондом «Дом детской книги». И она, так же, как и все остальные книги, будет представлена во всех библиотеках Карачаево-Черкесской республики. Как Карачаево-Черкесской республики, так и всей России в регионах присутствия компании «Русгидро». Данная книга – это сборник, который представляет собой смесь рассказов или удивительных историй про Дальний Восток, которые помогут ребятам ознакомиться с этим удивительным миром и многие откроют его для себя в первый раз. Потому что все-таки прочесть книгу или просто узнать что-то из каких-то обрывки знаний – это очень важно, чтобы знания о Дальнем Востоке были фундаментальными. Эта книга поможет ребятам в этом. Это «Все вести». Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова